Уважаемый Александр Роганович, уважаемые коллеги, добрый день. 11 часов. Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Лекция академика Российской Академии Наук, сопредседателя Российского Исторического Общества, научного руководителя Института всеобщей истории Российской Академии Наук Александра Рогановича Барьяна, посвящена теме, которая сегодня у всех на слуху. Вопросы начала Второй мировой войны, проблемы исторического знания и исторической памяти. Сейчас все об этом говорят. Из совершенно разных источников мы можем слышать какие-то суждения на этот счет. И, конечно, было бы очень интересно узнать о том, поменялось ли что-то в оценке профессиональных историков. Есть ли какие-то новые источники, введенные в научный оборот? Появились ли новые вопросы к уже известным источникам? Как-то изменилась ли эта картина за последние годы с точки зрения не политиков, не политиканов, а профессиональных ученых. Меня зовут Константин Могилевский, член Президиума Российского Исторического Общества, исполнительный директор Фонда Истории Отечества. Со мной рядом в Доме Российского Исторического Общества на социальной дистанции руководитель пресс-службы Фонда Истории Отечества Сергей Копылов. Уважаемые коллеги, если вы не возражаете, предлагаю так построить нашу работу. Лекция Александра Рогановича вызвала очень большой интерес. Мы рады приветствовать наших коллег, историков, преподавателей вузов, ученых, учителей истории, магистрантов и студентов. Рада приветствовать представителей средств массовой информации, дипломатов, наших коллег из-за рубежа. Я думаю, что будет возможность у коллег при желании перевести выступление Александра Рогановича на иностранные языки, основные тезисы, во всяком случае. Несколько слов по регламенту работы. Поскольку нас здесь сейчас на площадке Zoom 100 человек, это максимум, который позволяет эту программу принять. Остальные смотрят прямую трансляцию на сайте Российского исторического общества historyrussia.org. Предлагается такой порядок. Выступление Александра Рогановича примерно на 30 минут, затем можно задавать вопросы. Но для того, чтобы не мешать друг другу, предлагаются вопросы в письменном виде задавать в чат. Это касается участников нашей встречи. То, что касается журналистов, до журналистов доведено, журналистам известно, уважаемые представители СМИ, вы направляете вопросы пресс-секретарю Сергею Анатольевичу Пылову. И мы, с вашего позволения, отсюда будем эти вопросы озвучивать до тех пор, пока не исчерпаем время. Ориентировочная продолжительность нашей сегодняшней встречи до полутора часов. Александр Роганович, вам слово. Спасибо. Уважаемые коллеги, я прежде всего хочу приветствовать всех, кто проявил интерес к сегодняшней встрече. Поблагодарить и руководство Российского исторического общества за возможность организации этого. Действительно, юбилей 70-летия Победы вызвало совершенно небывалый резонанс и отклик, естественно, в нашей стране и во всем мире. Я даже не припомню, чтобы такое количество было откликов, выступлений на события, связанные с окончанием Второй мировой войны, хотя я прекрасно помню все юбилеи, которые были. И это показатель растущего понимания людей, значения войны для истории мира в 20-м коллеге. Я хотел начать и хотел говорить сразу по некоторых академических сюжетах, но я не могу, конечно, обойти тот факт с пониманием, что появилось в самые последние дни, в самое последнее время, поэтому я хочу начать с этого. Конечно, одной из особенностей откликов на это событие является участие в них политических деятелей. Ну, я упомяну, это еще было в прошлом году резолюция Европарламента. Сейчас, неделю назад, было совместное заявление руководителей Литвы, Латвии, Эстонии. Потом к ним присоединился, было еще совместное заявление Государственный департамент Соединенных Штатов. Об этом говорили и другие лидеры всех стран, которые отмечали значение этого события. Крупные историки отреагировали на это. Неделю назад было большое интервью самого крупного историка Франции, Каре Данкос, которая дала большое интервью в газете «Фигаро». Вчера был очень большой отклик в «Лондонской Таймс», которая тоже уделила этому целую полосу. Я не говорю уже про другие газеты, которые откликнулись на это мероприятие. Я хотел бы сказать, что в целом, конечно, мы удовлетворены тем, что значение победы над нацизмом, над фашистской Германией отмечается всеми как самое крупное событие 20-го столетия, которое открыло эпоху совершенно нового периода мировой истории. Но я должен сразу откровенно сказать, что, конечно, выявились некоторые, как я бы сказал, болевые точки, по которым мы имеем разные некоторые подходы. Я бы назвал две, вначале это было две болевых точки, которые давно находятся в центре внимания. Это причины войны, происхождение войны. И второе – это конец войны, освобождение Европы от нацизма. По этим вопросам я скажу об этом, конечно, подробно. Есть разные точки зрения. Но неожиданно в последние дни вдруг всплыл вопрос, который вызывает у меня как профессионал просто невероятное изумление. Вопрос встал о вкладе разных стран в победу над нацистской, фашистской Германией. Вы знаете, я, готовясь к сегодняшней встрече, взял книги, которые мы сделали вместе с американцами, вместе с англичанами. Последняя книга была в 1995 году. Это были крупные элитные американские историки. В Америке существовала и есть сейчас ассоциация истории Второй мировой войны. В Англии есть комитет истории Второй мировой войны. Есть французский комитет. Есть международный комитет, который объединен международной организацией историкой. Мы встречались все вместе много раз. Десятки раз у нас были попеременные встречи в разных странах. Больше всего в Англии, в Соединенных Штатах и в тогдашнем Советском Союзе, а потом в России. Но я вам должен сказать, что никогда даже не возникал вопрос относительно вклада и роли Советского Союза как одного из победителей во время Второй мировой войны. даже больше, наши американские и английские коллеги, я прекрасно помню, как они нам говорили, что надо как-то усилить рассмотрение вопроса и показ вклада союзников Англии и Соединенных Штатов. Абсолютно не ставят даже вопрос об умолении нашего вклада в победу. И надо вам сказать, у нас, может быть, в советское время была какая-то недооценка в средствах массовой информации, вклада союзников, но этого нет сейчас. Я потом скажу отдельно об учебниках. Но у нас есть учебник по всеобщей истории, абсолютно федеральный учебник для всех школ нашей Российской Федерации. И там большие разделы. Там есть Вторая мировая война, но там есть все. Там есть и освобождение Италии, англоамериканские войски. Там есть и Северная Африка. Там есть, конечно, и Второй фронт Нормандии. Все там есть. Поэтому у нас вызвало большое удивление, что вот появилась такая совершенно непонятная и неизвестно откуда взявшаяся вещь. Второе, что я хотел сказать, ни в одном из этих заявлений, утверждений нет ни одного нового документа. Но я понимаю, если вдруг за это время нашлись какие-то новые документы, которые уточнили вклад разных стран или еще что-либо. Но нет, таких документов, во-первых, нет. Но главное, что они не приведены. Ни в одном из заявлений, которые были, я не увидел ни одного документа. И это приводит меня к совершенно очевидному выводу, что это имеет не исторический, не научный характер. Это чистая политика. Это то, что я бы называл, часто говорю, это политизация истории. Она не идет на пользу реальному объективному освещению исторических событий. Я стал вспоминать, как это было и раньше, и во времена Холодной войны. И я увидел такую некую взаимосвязь. Вот когда отношения несколько ухудшались на государственном уровне, тогда вдруг появлялось стремление и желание использовать историю для этого дела и начинать какие-то другие оценки уже устоявших исторических событий. Поэтому я сказал, прежде всего, что вот тут стал вопрос относительно, как реагирует мировое историческое сообщество на эти все вещи. Но я должен сказать, что я внимательно слежу. В общем, такие известные историки, они не участвуют в этом. И в Англии, и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе. Да, они, я думаю, приезжают старые свои точки зрения, с которыми мы работали сколько времени. И в этом смысле, я думаю, что здесь еще большая роль принадлежит средствам массовой информации. Они нагнетают. Ну, это их главная задача все-таки искать какие-то эпатажные, сенсационные вещи. Они из всего комплекса вопросов истории войны выделяют именно вот такие, по которым, такие, как говорят, у нас жареные факты, по которым можно возбудить общественное мнение. Я думаю, что это тревожный симптом. И очень надеюсь, что он не коснется все-таки реально мировой историографии, мировой исторической науки. Очень жаль, что из-за коронавируса мы не смогли провести в Москве 28 апреля, это намечалось, огромная международная конференция, посвященная 75-летию победы. У нас были, собирались приехать несколько человек из Соединенных Штатов Америки, из Англии, из Польши, из стран Балтии, не говоря уже о странах, бывших республик Советского Союза, почти всех европейских стран. Но я хотел бы, завершая этот кусочек, сказать, что мы проведем это, несомненно, в самом, я думаю, осенью, или когда появится ядоводный. Я уже сказал насчет учебников. Вы знаете, меня беспокоит еще одна вещь, в связи с юбилеем это выявилось. Молодое поколение в Европе, а по некоторым сведениям, которые я прочитал в мониторинге и в Соединенных Штатах, очень плохо знают историю войны. И одна из причин этого, помимо политизации, которую я сказал, это то, что учебники уделяют этому вопросу очень малое внимание. Я видел учебники последние, скажем, французские, английские, и некоторых других стран. Мне показали и американскую книгу, но там Вторая мировая война освещается, но роль Советского Союза, она сведена до минимума. Например, в одном из учебников, который очень популярен в Европе, вся Вторая мировая война, с нами связанная, сказано как столкновение двух тоталитарных режимов. Как будто Англия и Соединенные Штаты вообще не участвовали в войне, и как будто они не воевали вместе с Советским Союзом против нацистской Германии. Я думаю, что в этом смысле инициатива французского президента Макрона о том, чтобы в Совете Европы рассмотреть вопрос о совершенствовании преподавания истории в средней школе заслуживает всяческой поддержки. Наше министерство участвовало в подписании документа на эту тему. Я очень надеюсь, что в Совете Европы мы сможем найти какие-то приемлемые подходы. И в частности, я думаю, что одна из крупных тем, которые могут быть наряду с другими темами мировой истории, в том числе история Второй мировой войны. Я хотел бы, завершая этот кусочек, еще раз сказать, что я хотел бы обратиться к историкам Соединенных Штатов Америки и Великобритании, историкам других стран, но с ними у нас сохраняются хорошие отношения. Что мы возобновили контакты, возобновили наши встречи. Мы готовы обсуждать любые вопросы, мы готовы выслушать любые аргументы, мы готовы представить, если будут какие-то новые факты, новые документы, нам нужно историческое сообщество, чтобы историческое сообщество приняло большее участие в этом деле. Ну, как есть такой общий лозунг, историю надо отдать историкам. Я думаю, это правильный лозунг, и только в этом я вижу путь к объективному, нормальному освещению истории. Далее я хотел бы сказать, что Вторая мировая война – это совершенно уникальное событие не только 20-го, но и мировой истории. Но если это события такого масштаба, то когда мы говорим о причинах, их надо искать ни в каких-то конкретных небольших событиях, даже весьма драматических, кануна, непосредственного кануна начала войны или что-либо. Весь опыт мировой истории покажет, что события такого масштаба, они требуют долгосрочного, долговременного изучения предпосылок, которые привели к этому. И в этом смысле, я думаю, что мы могли бы сотрудничать и с нашими коллегами в понимании того, как весь 20-й век привел человечество к этой страшной войне. Мы уже знаем и о Версальской системе, которые, в общем-то, результаты которой, к сожалению, позволили взрасти на территории Германии национал-социалистского, фашистского режима. Мы знаем факты и 30-х годов. В общем, сейчас ведь очень на аванс сцене такой вопрос, а почему не удалось создать все-таки такую полноценную, конструктивную, антинацистскую, антигитлеровскую коалицию в 30-е годы? Одна из причин – это провал системы коллективной безопасности. Ее идеи всячески выдвигались французским министром Луи Барту, советским министром Литвином и румынским министром Титулеско. Но эта идея не получила развитие из-за противодействия Великобритании, прежде всего, ну и убийствовал Луи Барту. Было масса, было несколько крупных антивоенных, антифашистских конгрессов. Они вызывали большое волнение общественности, интеллигенции, но они не смогли создать существенную преграду надвигающейся катастрофе. Наконец-то одно из важных решений в Версале было создание международной организации. Я думаю, что интересно обратиться к ней еще сейчас, поскольку мы отмечаем 75 лет при создании ООН. Так вот, такая организация была, Лига наций, но она не смогла ничего сделать. В ней не было механизма создана для предотвращения каких-то агрессивных проблем. И теперь я перехожу еще к одной теме. Вы знаете, всем было известно, что такое нацизм. главные работы Гитлера и его идеологов появились в начале 20-х годов. Это была необычная программа. Она была программой партии. С 1933 года она стала программой конкретных действий. Я берусь сказать, что никогда в истории не было такого прямого и очевидного заявления о том, что цель не только Великая Германия, не только геополитика, но уничтожение этносов, наций, прежде всего еврейского населения. Славян, цыган, мы все это знаем. Значит, я к чему веду дело? Все это видели и все это знали. Об этом было хорошо известно. В конце 30-х годов, когда были разные формы взаимоотношений даже с Гитлером у разных стран, это было известно, преследование еврейского населения в Германии уже шло полный ход. Значит, я бы сказал, и это урок для сегодняшнего дня, общая недооценка фашистской урозы, общая недооценка того, что это необычная война, если бы она случилась. Я хотел сказать, что Нюрнбергский трибунал впервые в истории назвал это не военными преступлениями, а преступлениями против человечества. То есть антигуманная сущность должна была создать основу понимания, что это угроза всему миру. Знаете, параллели всегда относительные, но я подумал о этом с их нынешней пандемией. Ведь как называли гитлерский режим? Коричневая чума. Это действительно чума. Это угроза всем, всем людям, которые случились. Поэтому если мы сегодня говорим о том, что надо объединяться, побороть вызов природы, который требует объединения всего человечества, то так должно случиться и тогда. Но этого не произошло. И это одна из задач историков, чтобы изучить эти процессы. Я думаю, что для историков нам надо вернуться снова к темам 1938-39 года. Кануна войны. Знаете, мы как-то проводились с немецкими коллегами конференцию в рамках нашей комиссии несколько лет назад. 1946 год, поворотный год мировой истории. Первый послевоенный год. Я думаю, что можно было провести такую же конференцию и 1938-39 годы мировой истории. Это была бы интересная и увлекательная задача. В этом смысле я думаю, что историкам надо подумать и о изучении неудач Ангела Франк советских переговоров в июле-августе 1939 года. Мы знаем все факты, которые были, но я думаю, что у нас нет еще документов, как на это смотрели в Лондоне в правительстве, как на это смотрели в Париже и как на это смотрели в Москве. У нас есть протоколы заседаний, но у нас нет в нашем распоряжении все-таки как смотрели, хотели соглашение или не хотели. Я думаю, что это очень важный существенный момент для того, чтобы понять, как в дипломатической практике важно пытаться найти компромиссы. Я думаю, что существовала еще одна вещь, которую надо иметь в виду и сегодня, как урок. Было глубокое недоверие, если говорить об Англии, Франции и Советском Союзе. Оно имело, конечно, ценность, и противоречие в Англии, во Франции не могли смириться с социалистическими экспериментами Советского Союза тогдашнего. У нас наши руководители в Кремле смотрели с постоянной критикой английской системы особенно и буржуазного общества в целом. Значит, перед лицом той угрозы, о которой я сказал, не нашлось понимания того, что надо было отбросить эти соображения и взять, попытаться найти какие-то соображения. Но это можно сделать, и от него увидим еще дополнительно какие-то новые документы, которые следует привлечь, должны привлечь наше внимание. Есть еще один вопрос, говоря о 1939 годе, который вызывает большие и очень трудные дискуссии сегодня, это Польша, польские события. Знаете, у нас с польскими коллегами есть сотрудничество, мы же выпустили недавно три тома, что вызвало большое удивление и у меня, у нашей страны, и у странах Запада, нам удалось найти компромисс и выпустить три тома учебного пособия для учителей, где один том специально посвящен 20-м веку. Он недавно вышел у нас, надеясь, что в ближайшие дни все-таки он выйдет и в Польше, уверяют меня наши коллеги, что он близ к завершению. Я думаю, что надо продолжить наши контакты и наше изучение положения Польши в 1939 году. Я не хочу никого обидеть, не хочу абсолютно. И дело самих поляков и польских ученых изучать это все. Но все-таки Польша никак не могла найти, с моей точки зрения, решение своего, с кем же ей быть. Они искали контакты с Германией, они полагались на Англию и Францию, они не хотели никаких контактов с Советским Союзом, но Англия и Франция после начала войны, как известно, не сделали ни одного выстрела, ни одного шага, чтобы помочь Польше. Я думаю, это понимает Польша, не говоря уже о германских позициях. Теперь есть еще один очень важный момент, когда говорим о причинах войны. Все-таки в основе всего лежали соображения геополитики. Ну, это нормально. Каждая страна исходила из своих абсолютных интересов и так далее. Геополитическая общая предоспосылка доминировала на авансцене политической жизни того времени. Вот я вам хочу сказать, я видел эти документы у нас в президентском архиве, как в Москве отреагировали на Мюнхенские соглашения 1938 года. Это вызвало абсолютный шок и беспокойство. Возродилась идея, которая постоянно была в Кремле, опасность объединенного фронта против Советского Союза, потому что такого в Мюнхене и Англии, и Франции с одной стороны, Германии, и Италия с другой стороны объединились. Значит, геополитические соображения начали доминировать во всех этих странах. Это был обычный порядок того времени. И поэтому надо исходить именно из этих соображений. Вот сейчас, когда я контактирую с моими коллегами в Прибалтике и в Польше, иногда возникают часто вопросы насчет морали, моральных аспектов, в том числе и Пакта Молотова и Риббентрома. Я вам должен сказать, эта постановка заслуживает внимания. Она, несомненно, должна быть приниматься во внимание. Но, во-первых, в то время в целом в международных отношениях проблемы морали и международного права не превалировали. А их вообще мало учитывали. Все, которые были там, все играли по другим правилам. во-вторых, я хотел бы все-таки привлечь внимание моих коллег, которые сейчас пишут в странах Балтии и Польши, в том числе о Пакте Молотова и Риббентром. Мы же в конце 80-х годов наш парламент советский, а потом российский, осудил секретные приложения именно с моральной точки зрения. Я был в комиссии, которая готовила решение, простите меня, я напомню об этом, я часто вспоминаю сам, мне интересна его работа. Я был в комиссии, которая готовила решение Верховного Совета по поводу Пакта Молотова и Риббентром. Это были жаркие обсуждения, это был еще Советский Союз, у нас были разные абсолютно точки зрения в этой комиссии, когда мы были там. И в итоге нашли консенсус. геополитическое значение этого Пакта было очевидно его настроение. А вот моральная сторона дела была, получила и осуждение с нашей страны. Я думаю, что это, я это говорю сейчас открыто, я это говорил моим коллегам и в балтийских странах, и в Польше, что они стараются как-то об этом не вспоминать. Недавно наш президент в связи с семейским юбилеем высказал такую мысль, что почему бы Англии и Франции сегодня парламентам не осудить Мюнхенцев соглашение. Да, в общем, это, мне кажется, интересное предложение. Вообще, Мюнхен во всех странах и Европе вызвал всеобщее разочарование. Я вам скажу точно. Первая моя жизненная книга, с которой я познакомился, когда вступал в историческую стезю, была книга английской Крюрика, которую написал, называлась Мюнхен пролог трагедии. Все понимали, что это такое. Поэтому я думаю, что мы можем работать в этом отношении и с нашими коллегами. Есть не новая идея. Она время от времени появлялась, опять политических соображений. Но я не хочу ничего говорить по этому поводу, потому что лучше, чем сказали немецкие наши коллеги, министр стран дел Германии и директор института Андреас Вершин в своем заявлении лучше не скажешь. Германия, нацистская Германия несет главную и основную и единственную ответственность о вознестовении втором мировании. Это было в Микрунберге сказано. И это сейчас подтверждено германская сторона. Мне раньше говорили немецкие коллеги, а теперь они подтвердили еще одну вещь. У них есть документы, которые показывают, не было бы пакта Молотова-Ивентропа, германское нападение на Польшу было предрешено. Вопрос стоял в двух-трех днях, когда это осуществить. Это значит, что мы должны подходя ко всем этим событиям рассматривать эти явления. Мы понимаем польских коллег наших, когда они естественно рассматривают эту трагедию сентября 1939 года. Это человечески можно их понять, но надо использовать, как я это любил писать, многофакторными методами, посмотреть разные стороны, как это было. в том числе и внутреннее положение в этих странах. Несколько лет назад наш коллега из Эстонии выпустил книгу о положении населения, внутреннее развитие в прибалтийских странах в 1939-1940 годах. Очень интересная книга, очень такая. Она была встреча, ее выездали в Ланге, в Америке, визуально английском языке. Там очень большой акцент на внутреннем положении, настроении населения, которое было. Я думаю, что это тоже момент, который заслуживает мира. А в целом я хочу призвать наших коллег, давайте мы займемся серьезно новыми сюжетами, связанными с историей войны. У нас сейчас один из центральных сюжетов наших это война и общество. Как война повлияла на общество? Естественно, мы занимаемся этим, как она повлияла на общество в Советском Союзе, но очень интересно узнать, как война повлияла на общество других стран. Что война вызвала в Англии, в Соединенных Штатах, во Франции? В этом смысле есть такая тема, как человек во время войны. Человек на фронте, человек в тылу, человек в оккупации, человек в плену, человек в коллаборации с национизмом, с врагом и так далее. Какой антропологический срез, который мне кажется, был бы очень интересен. В Германии вышли недавно книги, посвященные повседневной жизни, в том числе Советского Союза во время войны. Я думаю, что эта тема очень хороша и интересна. Очень много занимаются мои коллеги, деятели искусства и литературы, проблемы культура и искусства во время войны. Я думаю, что это тоже хороший сюжет, который мы могли бы использовать и в наших совместных исследованиях. Я уже перечислил некоторые такие белые пятна в освещении войны. Они есть. Я сказал про англо-франко-советские переговоры июля-август это для этого. Для нас это очень интересно, как это все происходило. Есть очень много документов, связанных с последующим развитием, в том числе самой войны. Хотя издано тысячи документов. Вообще по истории войны Второй мировой, мне кажется, больше всего издано книг и документы, чем по любому другому событию мировой истории. Поэтому надо продолжить эту работу, в том числе и военное время. Я думаю, что для нас, например, интересно взаимоотношение этой тройки Трумана, Рузерта и Черчилля, хотя написано тысячи книг по поводу их взаимоотношений в ходе войны. Сегодня наши, к сожалению, коллеги в Соединенных Штатах и в Англии о них как-то забывают, не хотят вспоминать, что говорил Рузерта и Черчилль по поводу своего союзника. Самое яркое это было в Ялте, это вручение Меча, который Черчилль делал, это Рузерк и так далее. Но есть другие очень интересные вещи. Для меня, например, всегда, еще с молодых лет, было интересно так называемое процентное соглашение, которое предлагал Черчилль Сталина в 44-м году. Я вам хотел сказать, моим коллегам, это же не Сталин предложил делить влияние в Европу, это Черчилль предложил, причем предложил это прямо с цифрками. Мы собирались специально обсудить эту тему в конце апреля в Москве. Я думаю, что мы вместе с нашими английскими коллегами, с английскими архивистами и с архивистами из Российской Федерации, я думаю, что это тоже можно будет сделать. То есть есть очень много материалов и документов, которые можно обсуждать. Главный вывод, который сейчас происходит, надо все-таки отказаться или минимизировать, как теперь говорят, влияние сиюминутных политических интересов на подходы к истории. Меня когда так спрашивали, а вообще можно обойтись вообще в освещении истории без идеологии и без политики? Я считаю, это одна из главных целей для правильного понимания истории. Хотя в практической жизни это очень сложно. И каждого есть соблазн как-то это использовать. Но все-таки такое событие достойно того, что мы все-таки больше занялись сегодня научной стороной дела. Коллеги, прошло 75 лет после Победы, 80 лет после начала войны. Это большой исторический период. Люди, которые непосредственно участвовали, уже никого нет. надо спокойно, непредвзято подойти к освещению этих событий. Но все-таки главное, вот для меня, например, как историк, я вам скажу, и на чем, я считаю, надо воспитывать нынешнее молодое поколение. критический момент для человечества в истории мы нашли возможность совместного подхода. Разные совершенно типы, разная политическая культура, у Сталина, у Черчилля, у Рузовца, разные ценностные ориентации, но нашли возможность, все разногласия всплылили после войны, это было, нашли такую возможность. Поэтому я думаю, что это очень существенно. И последнее, что я хотел сказать, все-таки я не могу обойти внимание, оставить без внимания проблему освобождения Европы. Вы знаете, мы проводили такую конференцию в Москве, были все страны, которых мы освобождали, Центральная и Восточная Европа, все были оттуда историки. И были разные, как всем известно, разные точки времени. Я думаю, что мое личное мнение, это дело историков этих стран оценивать тот период их истории, который наступил после 45-го года. Это их дело. Хотя, если спросить меня, то я бы сказал, что в принципе нельзя просто взять и вычеркнуть период истории, который существовал и был, нельзя вычеркнуть, которым было не только влияние внешней, но и своей собственной партии, силы, организации, люди, которые функционировали, действовали, которые сегодня по-разному хотя, но оценивают эти планы. Но, я думаю, что надо ясно и четко отделить два процесса. 44-45 год завершил процесс освобождения Европы от нацизма. И на этом эта история закончена. А дальше начинает другая история. Понимаете? Другая история, которая требует иного подхода. Но почему во Франции, когда изучается, что было во Франции в 45-46, но было сильное влияние коммунистов. И в Италии. Они входили в правительство и все. Что из-за этого объявить, что это никуда не годящиеся правительства? Да никто ни во Франции, в Италии сегодня ни один человек на это не решился. Значит, безотносительно к тому, что происходило в этих странах Восточно-Центральной Европы, начиная с 45-го года. Режим, который им нравится, не нравится, которым они видят больше внешнего воздействия, чем внутреннего. Это другой вопрос. И я вот призвал наших коллег в этих странах, чтобы мы все-таки говоря о войне, как во всяком событии, завершили это этим событием. Вы знаете, по аналогии 1815 год. Но на этом кончается история Наполеоновских войн. Венским конгрессом. Она нам кончилась. И дальше началась другая история. Начались совершенно другие подходы, другая методология, другие лица, другие ценностные ориентации. И это нормально, это правильно. Поэтому завершение войны завершило и системы, которые были. Началась новая международная ситуация. Холодная война это другой период. Мы же не будем с вами говорить, что холодная война была во время войны. Нет. Общий мой вывод и призыв такой, что я хотел бы, чтобы мы предпринимали совместные шаги с нашими коллегами, учеными, для того, чтобы все-таки максимально очистить историю от политических спекуляций, от использования истории в современных некоторых вещах, от соблазна подставить историю вообще войны в современный международно-политический контекст. Но это непродуктивно. Может быть, это помогает какому-то ксюминутному решению для каких-то партий, но это не путь к этому. И это не содержание нашей науки. Я хочу сказать, что мы намерены обратиться еще раз к нашим коллегам в Англии, Соединенных Штатах, Франции, других стран, нашим историкам, и мы уже предложили, и мы уже имели согласие приехать, и мы готовы участвовать в разных вещах. И последнее, что мы предложили, мы предложили, это тоже не состоялось, провести обсуждение, пригласить учителей истории, практикующих учителей истории в разных странах Европы, для того, чтобы с ними обсудить, как лучше все-таки сделать так, чтобы наши дети, наше молодое поколение все-таки знали историю, знали, откуда, что, как говорится, выросло, и почему так произошло. Я не буду приводить факты, я их знаю очень хорошо, такого, я бы сказал, поверхностного знания, если вообще отсутствие знания молодого поколения, о событиях, если мы сейчас говорим про Вторую мировую войну. но речь идет не только о войне, о каких-то, может быть, общих новых подходах, каких-то рамочных договоренностях по изучению различных периодов мировой истории. А в целом, конечно, я был очень удовлетворен к моей коллеге, тем, как мы встретили юбилей в нашей Российской Федерации 75-летней. Я лично высоко оценивал контакты и заявления совместные, которые были президента России с главами особенно тех государств, которые участвовали в войне и Соединенных Штатов и Англии и Франции. Я высоко оцениваю пример Германии, где вот это заявление немецкое по поводу ответственности за войну, помимо министра иностранных дел, подписал эту статью, участвовал в ней. Мой коллега по Российской Германской Комиссии историк, директор Института современной истории, он имеет свою позицию, он имеет хорошее большое рандомэ в Германии. По многим вопросам мы с ним расходились, но я очень рад, что мы имеем и вообще понимание немецкой. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Роман Александр Роганович. Переходим к поступившим вопросам. Вопросы продолжают поступать. Я, уважаемые коллеги, если вы не возражаете, стараюсь их структурировать от общего к частному и по хронологии. Вот Ирина Ивановна Маслова, профессор, заведующий кафедрой из Пензы спрашивает, кто из современных зарубежных историков, на ваш взгляд, наиболее убедителен в своих концептуальных подходах к исследованию исторической памяти о Второй мировой войне. Вы некоторые фамилии уже упомянули, но может быть поподробнее. Ну, я вам хочу сказать, что у нас очень много есть контактов, но если конкретные фамилии, то это, скажем, в Англии это Дэвид Рейнольдс, который писал очень много о Второй мировой войне, и который сейчас продолжает работать в Великобритании. Это Джеффри Робертс, тоже британский историк, с которым мы сотрудничаем. Это Арн Вестетт в Соединенных Штатах, он переехал туда из Англии, из Норвегии. Это Гарвард или Ельский университет. Это Вайс во Франции, и его школа, его молодые ученики. Это в Германии, это тот же я уже упомянул, упомянул это профессора, значит, который вот директор института Вершинг из Мюнхена. Это австрийский директор института и известный австрийский историк Штефан Карнер, но и многие другие. У нас есть, я могу назвать людей в Польше, с которыми мы, я думаю, можем сотрудничать, которые, в общем, изъявляют готовность объективно подходить к развитию событий. Спасибо, Александр Иванович. А вот упомянутый вами, уважаемый, профессор Карнер написал в чат, надеюсь, что апрельская конференция не отменена и состоится осенью. Да, Штефан, профессор Карнер, я хочу вас заверить, что мы все возлагаем большие надежды, что эта общая беда в пандемии закончится, и мы проведем эту конференцию уже не в онлайне, а прямо сидя друг против друга, может быть, на расстоянии по одному методу. Спасибо, будем ждать. Пожалуйста, вопрос от средств массовой информации. Сергей. Добрый день, коллеги. На самом деле, журналисты предупредили накануне, чтобы они писали на почтовый ящик пресс-собака rushistory.org, а также сбрасывали на телефон, который заранее также был дан. Я надеюсь, у них и сейчас есть время для того, чтобы задать. Александр Иванович, поступило несколько вопросов, такого, может быть, частного характера, но, скорее всего, наши журналисты не увидели и не почувствовали акцент. Ну, вот, в частности, сейчас много говорят про важность исторической памяти, но никто не говорит про историческое беспамятство. Неужели данной проблемы не существует? Если, но, как мне кажется, дополнение журналистов, проблемы есть, но они не говорят. в этой связи к вам вопрос, Александр Иванович. На ваш взгляд, у историков есть лекарства от исторической беспамятии? Ну, вы знаете, тема исторической памяти сегодня очень популярен. Было много конференций, международные проекты есть. Что такое историческая память? Конечно, память историческая, как и вообще память, она избирательна. Каждый люди вспоминают разные вещи, дают им разные оценки. Поэтому без памяти вообще, я думаю, что его нет. Люди по природе своей, они все-таки обладают желанием узнать, что было, и память у них есть. Вы имеете в виду, вероятно, то, что люди вспоминают или стараются превратно оценить события, которые были в памяти. Да, таких и такие люди есть. Историческая память, к сожалению, сегодня тоже подвергнута политическому некому влиянию. На историческую память влияет очень сильно средства массовой информации, я должен сказать, которые культивируют те памятные вехи, те памятные события, которые отвечают их современным политическим желаниям и устремлениям. Это есть. Поэтому средством борьбы с этим я вижу главное только одно. Противопоставить им всю картину исторической памяти. Противопоставить им и дать включить в нашу историческую память весь комплекс разных вопросов. Я думаю, только в этом представить документы, представить свидетельство, сопоставить с памятью других людей, других источников. Я думаю, в этом главная задача стоит. Спасибо, Александр Александрович. Мы возвращаемся к вопросам от участников нашей встречи. Денис Валерьевич Кирилюк, заведующий кафедрой истории России Сургутского государственного университета, задает вопрос, можно ли считать законченной дискуссию о степени готовности к СССР к войне и причинах военной катастрофы первые дни войны. Но вот тут может быть сразу удогонку к этому вопросу. Участник под ником адвокат Че интересуется. Немножко необычная, конечно, постановка вопроса. На самом деле задержка с обороной границы СССР была связана с возможным нападением со стороны США на того, кто первый начнет военные действия. Или это просто ошибка Сталина? Какие причины неготовности СССР к нападению? Вы знаете, вообще тема о готовности или неготовности Советского Союза к войне, она была очень активна и существовала, активно присутствовала в исторических исследованиях. Это была такая политическая оценка в связи с оценкой Сталина и его действия, его поведения. Но прежде всего я хотел сказать, что Соединенные Штаты к этому не имеют никакого отношения и наша готовность к войне к ним никакого отношения не имеет. Проблема нападения со стороны Соединенных Штатов нигде никогда у нас в руководстве не рассматривалась. В целом я бы сказал, что несмотря на даже существовавший пакт 1939 года советской и Германски, в Москве была явная абсолютная уверенность в том, кто является главным врагом. Это, конечно, еще относится к 1938 году. Была большая, ее сейчас обнародовали, она неизвестна была раньше, записка начальника генерального штаба советского Шапшникова, который представляет картину будущего развития на долгий период, написал, что, конечно, главный наш противник это фашистская Германия. Я изучал массу документов 1939-1941 года. Я должен сказать, что примерно с середины 1940 года, может, чуть раньше даже, в Москве росло очевидное понимание, что война с Германией приближается. Это было, мне нет времени сейчас говорить, это было многочисленные факты, связанные с отношением в Германии. Вообще, вся реализация пакта проходила в обстановке, я вам скажу, взаимных таких упреков. В том числе, даже вот у нас иногда преувеличивают экономических вопросов. В Москве все время ставили перед Германии вопрос о том, что она не выполняет, ничего не поставляет нам из оборонных вещей, которые планировали. Германия настаивала, чтобы увеличивали поставки нефти и так далее. Но уже в середине 1940-го годов стало ясно, что отношения просто портятся. И в этом смысле, с точки верения подготовки, я видел все эти документы в президентском архиве. Где-то, ну, наверное, так, с середины 1940-го года каждое заседание Полинбюро, почти каждое, рассматривало вопрос о новом виде вооружения для армии. То есть, стало понятно, что нужно переоснащать армию. Сроки, которые стояли, как правило, это был 1942-й, 1943-й год. Значит, это шло, но оно было, очевидно, недостаточно. Это совершенно ясно. Второе, я не специалист, но то, что пишут мои коллеги и военные историки, что первый период войны показал очень большие неудачи и просчеты в функционировании военных операций и армии. Не было координации между различными городами и войсками. Не было использования техники, скажем, после июня 1941-го года. Я думаю, что сказалось и на состоянии армии чистки, которые были проведены генералов и офицерского состава в конце 30-х годов. Ведь были в армии арестованы и подвергнуты репрессиям не просто только маршалы и генералы 10-15. Но очень большое количество офицерского состава. Что такое армия? В армии офицерство это главная так сказать сила, которая комментирует их. Это тоже сказалось на этом. Поэтому я думаю, что это все сказалось на неудаче первого периода войны. Плюс к этому чисто конкретно, хотя я не военный человек, но мне кажется, что приведение военных округов в состояние обороны не 21 июня, а 15 июня ничего бы не изменило. Потому что за неделю ничего сделать, если армия не готова, ничего сделать нельзя. Поэтому мы знаем все эти истории, знаем, так сказать, позицию Сталина по этому вопросу. Это все описано у нас. Поэтому я думаю, что если это представляет интерес, это можно и продолжить изучение этих вопросов. Но здесь такой комплекс привел и к такому состоянию, которое случилось у нас 22 июня и после этого первый период войны. Ну, вплоть, наверное, я не знаю, до Ржева, может быть, и до московской битвы, это военные лучше знают, когда будет. Но я знаю, мои родственники были в ополчении, они тоже участвовали, тоже видели сложную ситуацию, которая была и так далее. Да я сам был в Москве до октября месяца 41 года. Спасибо, Александр Иванович. Пожалуйста, вопрос от СМИ. Сергей. Александр Иванович, я объединю два вопроса. Первый пришел из АИФ, второй из российской газеты. Из АИФ, начну с общего. Александр Иванович, европейские, американские и российские историки по-разному трактуют те или иные исторические события. Иногда трактовки диаметрально противоположны. По неволе возникает вопрос, а существует ли в исторические науки критерий объективности. И далее более частный вопрос от Елены Василовой, российской газеты. Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию. Поздравление с победой было опубликовано на странице администрации в Твиттер. Какие неопровержимые аргументы против этого утверждения Белого дома вы привели бы прежде всего? Ну, первый вопрос АИФа насчет разных точек зрения. Да, они, конечно, существуют в трактовке тех или иных событий. Понимаете, это вообще закон исторической науки в целом. Это довольно остро политически звучит в отношении 20 века, но это у нас разные точки зрения в отношении более древних периодов, которые у нас есть. Например, у нас ведь в нашей оценке у нас всегда существовал период феодализма в России. На Западе это средние века. Это совершенно вкладывали в это даже разные понимания вещей. Но это нормальное всякое научное знание, оно имеет разные подходы. В отношении событий Второй мировой войны и 20 века они все обострены разные точки времени, потому что они имеют более такой политический оттенок. В чем состоит главная задачка? Ликвидировать эти разногласия очень сложно, да я думаю бессмысленно. Главное состоит в том, чтобы они были подкреплены соответствующим документам. Раз. Второе, надо призывать к тому, история это не одномерный процесс. История это многофакторное развитие. Нельзя понять и оценить исторические события вот только в этом направлении. Это доказано абсолютно всем, что требуется изучение событий. Вот про войну я говорил, и геополитики, и внутреннего состояния, и внешние факторы, и психология лидера, и другие, то, что сейчас называют когнитивные науки, состояние подхода отдельных людей, конкретных личностей. это необходимые условия для того, чтобы добиться полноценной картины. Но главное еще состоит в том, чтобы не использовать эти разные точки зрения для современной политической жизни. Ведь вот в чем дело. В конце концов, если кто-то выдвинул какие-то точки зрения, ну, это выдвигается, обсуждается, на историческом уровне ученых, и так далее. Но это привносится в современную политику. Это же, я упоминал эти заявления, которые делались, они совершенно имеют определенный современный контекст. Вот это вещь, которая противоречит реальному состоянию науки. Теперь, что касается конкретно вопросов о победителях, то, что спрашивает моя родная российская газета. Знаете, у меня есть такая точка зрения, что есть некоторые утверждения, которые бессмысленно спорят. Потому что они абсурдны. Понимаете? Они просто абсурдны. Вы видите картинку белого цвета и говорите, что она цветная. Или наоборот, у вас есть полотно какое-нибудь рубинца, и вы говорите, оно белое, оно не было краской. Но это бессмысленно. Вот в этом смысле я не хочу никого обидеть. когда говорят, что украинский фронт получил название, потому что там были украинцы, но спорить с этим бессмысленно, потому что для этого надо просто открыть и увидеть, как получили название эти фронты, территории, которые они освобождают. Я сказал в самом начале, есть война, есть победители. Это признанный всеми факт. Понимаете, в чем дело? Но почему-то в Париже, в Лон, в Брюсселе, во всех местах есть улица и площадь Таллинграда. Почему вдруг Таллинграда? Почему, когда Черчилль вручал Сталину меч и говорил, это великая победа, которую вы сделали в Таллинграде. Ну как это не учитывать, понимаете, в чем дело? И сказать человеку, нет, вы прочитайте еще это или это. Есть моральная сторона дела. Ну как можно? Мне кажется, что это противоречит морали, если сказать в отношении страны, которая отдала 26 миллионов жизней, это аморально. Понимаете? Это аморально в отношении погибших. В отношении погибших, которые сражались и боролись, уверять, что этого вклада не было. Ну как это можно, понимаете? поэтому я думаю, что с абсурдом вообще трудно спорить. Но я думаю, просто надо показать, что это противоречит тому, что было. А, и второе, что это чисто политизированное, заангажированное дело. Но я привел пример. Ну вот, я хочу, эти книги, они есть, наши, совместные с американцами, с американскими людьми, которые некогда живы до сих пор не работают, которым даже это не было сомнений относительно кто же победитель в этой войне. Понимаете, это нет. Я понимаю, что в Англии, во Соединенных Штатах хотят в других странах усилить внимание к своим национальным делам. Это нормально. Но мы, например, всегда, вот сейчас в Лондонской Таймсе, о котором я говорю, они сослались на опросы, которые проводили в 5-4 странах США, Англия, Франция, Германия по поводу вот как, кто же победил в этой войне и так далее. Молодое поколение, очень многие говорят, Соединенные Штаты. В Англии, как пишет лондонский Таймс позавчера, говорят, Англия главный победитель. Но это в большой мере при опросах не от политики, опросы не знали. Я не буду называть фамилии, но я видел аспирантов, которые в Париже не знали, почему есть площадь Талининграда. Что такое вообще Талининград? Потому что об этом ни слова нет в учебнике, который я видел. Поэтому бороться с этим можно только призывая к объективности. но как всегда и в реальной жизни вы знаете, что это бывает иногда сложно доказать человеку, если он упорно говорит, что это не так, не потому, что у него есть документы, факты, а потому, что ему так точно. Поэтому с нашей стороны я думаю, что нужно спокойно реагировать вот так мое мнение, понимаете, ну, относиться к этому как к такому абсурдному факту, но есть и есть. Не драматизировать эту ситуацию. Мы знаем все время, кто победитель в этой войне. Мы знаем. Я никогда не забуду, как мы обсуждали в Англии Вторую мировую войну, как наш ученый делал доклад о зверских английских бомбардировках, немецких бомбардировках английских городов. Мы готовали должное и прекрасно знали. И все участвовали в этом и так далее. Поэтому я вспоминаю, как патриарх американской дипломатии и политологии и историографии Джордж Кенн он приезжал в Москву. Я его сопровождаю, мы ездили в Киев. Киев, советский город, и там была встреча советских и американских историй. В том числе шла речь о совместной борьбе против нацизма. Любово не приходило вообще заниматься каким-то политиканством в этом вопрос. Все. По этому вопросу. Спасибо, Александр Иванович, за такой сдержательный полный ответ. Я полагаю, вы на вопрос Владимира Глебова ответили, который мы тут видим в чате. Вот я хотел бы сейчас озвучить как раз в развитии того, о чем вы сказали. Вопрос профессора Санкт-Петербургского университета Николая Маратовича Межевича. Уважаемый Александр Иванович, как вы отметили, с рядом стран у нас отличаются трактовки, но с Прибалтикой они у нас прямо противоположны. Возможно для продвижения и поиска компромисса с Эстонией, Латвией и Литвой? Вы знаете, для меня это личная тема. Дело в том, что я был несколько лет членом международной комиссии в Латвии, которую они создавали, в которую входили и американцы, и немцы, и Израиль. Я колебался с упадлением этой комиссии. Мы работали несколько лет, и она проходила в Риге все время. Потом у нас была создана Российско-Латвийская комиссия истории. Почему я сказал про Латвию? Потому что это наиболее сложный такой партнер. У них есть в исторической науке во-первых, такая устремленность только в одну тему. Вот 40-й год. От 40-го года и они до 90-го года считают, что это была оккупация. Я жил в то время и просто жил активно работал и сотрудничал с моими коллегами Влад и людей. Это, конечно, совершенно нормально жили они. Ездили за границу в мировые конгрессы, историк, про которых мы говорим. Но все мои попытки перевести как-то и на другие темы, наталкиваясь на некоторые непонимания заготовки. Сейчас у нас с ними есть проект по советско-латвийске отношений в межвоенное время. Но он буксует со стороны Латвии, потому что они комиссию приосновили деятельность и так, не знаю, будет о Риме. Лучше дело обстоит с Литвой. С Литвой у нас есть проект, никакой проект, тоже с Литва в межвоенное время. И планировалась осенью конференция в Литве, в Вильнюсе на эту тему, по этому проекту и по более широкому кругу вопросов. Я думаю, что надо терпеливо и спокойно с историками сотрудничать. С Эстонией у нас нет комиссии, но у нас есть сотрудничество с университетом в Талии, у нас круглый стол, сейчас мы предложили другой круглый стол, и в общем, я бы не сказал, что идут такие очень конструктивные, широкие контакты, но они есть. Преимущество вот этой с Эстонией мне кажется, они не настаивают, и мы тоже, и не концентрируют внимание только на истории 1939-1940 года. У нас есть культурные проблемы. То же самое и с Польшей, кстати. Мы провели, в Польше был великий польский деятель, Александр, который, кстати, работал в социалистической Польше, никакой оккупации он не подвергался, не был президентом Международного комитета истории, и мы провели у себя два-три года назад круглый стол памяти гейштера, и приехала элита польская, элита, польская элита современной истории. Сейчас, вот я уже упомянул три тома, которые мы сделали, разные точки зрения у нас есть по некоторой ряду вопросов. Но я думаю, что мы, например, готовы продолжить сотрудничать с этой группой и с другими группами польских историков. И мне кажется, что там есть люди и в Варшаве, и в Кракове, и в Люблине, которые готовы сотрудничать с нами, готовы рассматривать разные точки зрения. Вот в этих трех томах, которые мы издали, 18-19-20-20-х, больше согласия, чем разногласия. Это дает уже основание. Вот есть сфера, по которой можно сотрудничать еще больше. Это культура. Общность культуры, этническое славянство есть из Польши. Есть другие сюжеты, связанные с Прибалтикой, такого именно культурно-сихологического свойства. Но это тема, по которой можно сотрудничать. Так же, как я помню, последняя встреча у нас с Украиной была Россия, Украина в европейском культурном пространстве. Хорошая тема. Мы готовы, кстати, сейчас сотрудничать с украинскими историками. У нас есть с ними контакты, не буду их преувеличивать, но, в общем, мы видим, что там есть люди, которые готовы работать после исторического сотрудничества. Спасибо, Александр Иванович. Пожалуйста, вопрос от средств массовой информации. Александр Иванович, просто сейчас, так как мы находимся в прямом эфире и задают в режиме онлайн, к сожалению, не могу сказать, от какого издания, я позже уточню, вопрос такого характера. Накануне 75-летия Победы было опубликовано много исторических документов, а сами историки не сходили с телевизионных экранов. Юбилей закончился. Не кажется ли вам, что и интерес к истории и историкам пропадет? Вы разделяете данную озабоченность? Я это не разделяю по одной причине. Еще до юбилея войны вообще во всем мире в нашей стране тоже происходит просто бум интересы к истории. Вы знаете, вот на моей памяти просто такого не было никогда. Если говорить про нашу страну, то это очень широко распространенная вещь. Люди очень интересуются нашей историей, причем историей не только XX века. Людей очень интересует история императорской России. Часть это связана с тем, что в советское время это была полузапрета тема, в смысле все у нас люди, представляющие аристократию и императорские круги, это все были враги общества. Сейчас к этому огромный интерес. Почему мне рассказывали на телевидении эти сериалы, рассказывающие про Екатерину II, рассказывающие про Павла I, это вызывает огромный интерес. Поэтому я думаю, что это не пропадет. Хорошо бы попало, чтобы пропало только одно, пропало политизированный подход к истории войны. Вот это я бы так приветствую. Здесь нормально обсуждали, как это было и так далее. Самое главное, чтобы были извлечения уроков. А главный урок, еще раз говорю, чтобы был ясно понят, что надо сотрудничать и в мировых делах сегодня. Вот такое интересная история я бы приветствовал. спасибо Александр Игоревич. Как раз стали говорить об историческом просвещении. Вопрос какого практического толка вы являетесь еще председателем Ассоциации Учителей Истории Общества Знания. И вот Евгений Игоревич Чулков, учитель истории, спрашивает, считаете ли вы, что время, отведенное на изучение Великой Отечественной войны в школах, достаточно для того, чтобы сформировать у детей правильное понимание итогов войны. Ведь 20 век в школе теперь, после перехода на линейную систему, будет изучаться только в 10 классе. Но не все идут в 10 класс. Кто-то и в колледж не пойдет после 9. Они останутся в школьной подготовке по этому вопросу. Я думаю, это правильный вопрос. Вообще, мы постоянно ставим такую тему, чтобы вообще расширить историческое преподавание в средней школе, поскольку к ней к истории большой интерес. Но то, что вы сказали, это особое во внимание требует, потому что те, которые дойдут только до 9 класса, кончат 9 класс, действительно, они могут оказаться без истории 20 века вообще. Поэтому то, что вы сказали, это тема, которая заслуживает внимания. И надо предусмотреть все-таки, может быть, в курсах и 9 класса какое-то некое обобщенное, может быть, такое преподавание на полсеместра, предположим, 20 века. Спасибо, Александр Ганович. Пожалуйста, вопрос у журналистов. Александр Ганович, вы в своей речи сказали, что есть некие темы, которые не требуют никакого доказательства исторического подтверждения, они общеизвестны. В данном случае вопрос задает немецкий коллега, немецкий журналист Андрей Балин, и понятно, что для его немецкого сознания все-таки нужно поставить акцент. А почему нельзя ставить на одну доску фашизм и сталинизм на ваш взгляд? Ну, это довольно распространенная тема. Она пошла вскоре после войны, была связана с неприятием Советского Союза, она была рождена в условиях Холодной войны. Я могу вам сказать, потому что я свидетель этого дела, был и знаю это дело. Понимаете, наши разные отношения может быть с Сталином, но в целом в нашей стране подавляющее количество людей не одобряет Сталина, и тем более сталинизм как систему. Мы видим все пороки, мы видим осуждаемые репрессии, которые были, осуждаемые то, что они как в порядке, которые были, но это разные вещи. Понимаете, я читал много книг, у нас вышло несколько работ, что такое тоталитаризм. Некоторые вообще сомневаются в легитимности такого термина, но тоталитаризм очень широкое понятие. К нему близко подходит и авторитаризм, и другие вещи. Одно из отличий, скажем, советского тоталитаризма от немецкого состоит в том, что в Советском Союзе не было расового преследования. Понимаете, у нас и в репрессиях страдали люди разных национальностей, разных людей. В германинском фашизме это был краеугольный камень. В Германии, фашистской Германии, в отличие остались, это было главное содержание того, чем они проповедовали и делали. И эта сторона делок была подчеркнута в Нюрнберге. Считывали довольно принципиальные несовпадения и различия, которые были. Кроме того, ведь все-таки вся практика, ведь еще фашизм, это не только идеология, которая была, но и то, что нацисты творили во время войны, уничтожали именно тех самых советских людей, которые некоторые приравнивают Германию. Поэтому я думаю, что просто надо иметь это обстоятельство. Спасибо большое. Я думаю, что немецкий коллега с его немецким сознанием удовлетворен. Продолжаем тему учебников. Антон Вячеславович Камплеев в факультет политологии МГУ просит уточнить Александр Роганович в связи с тем, что вы сказали о европейской инициативе по преподаванию истории Второй мировой войны. Каковы, на ваш взгляд, перспективы создания единого учебника истории страны Европейского Союза? Возможно ли это в принципе? Есть ли у российского научного и образовательного сообщества возможности принять участие в этом процессе и добиться объективного отображения общих исторических сюжетов Европы нашей страны? Вообще идея создания европейского учебника она существовала она не получилась было сделано только два учебных пособия пособия на учебник германо-французский и немцы после длительного попыток создали нечто похожее в Польше Это свидетельство все-таки внутри Европейского Союза конечно очень разных точек зрения это большой другой вопрос я вообще считаю что Европейский Союз сегодня это все-таки показывает все события по современной это в большой мере не просто наднациональное европейское объединение но там существует и свои национальные государства никто не захотел жертвовать своими национальными культурными предпосылками и в Англии ну она вообще ушла и Германия и Франция и Италия и Испания поэтому создать какой-то единый учебник довольно сложно второе обстоятельство состоит в том что мы ведем сейчас контакты с Европейским Союзом о том чтобы иметь какую-то там платформу для выражения наших точных требований мы я упомянул сделали учебные пособия с Германией три тома вызвал огромный резонанс в нашей стране и во всей Европе мы сделали такое же учебное пособие с Астрией мы сделали такие же три тома с Польшей я думаю что мы можем продвигаться в этом направлении дальше на двусторонних вещах и если говорить о моем восприятии то мы можем иметь с Европейским Союзом одну какую-то общую работу по теме России и Европы в целом это возможно но учебники создавать очень сложно потому что кроме того содержание есть дидактические разные принципы что предложил Макрон не ясно что это выразится но он предложил что в рамках Европейского Союза не только вторая мировая война и не столько а что было проект он назвал обсерватор обсерватория чтобы там были осмотрены какие-то общие вопросы улучшения исторического образования он исходил из того что мы согласны что уровень знания людей молодых людей в Европе истории очень разный и колониальный вопрос по предложению французов и 1983 как возможны были совместных рекомендаций как лучше преподавать эти предметы но пока это только в общей форме но в принципе я думаю что вообще сотрудничество в сфере преподавания истории в школе это важная благодарная и благородная задача и мы собираемся в следующем году вообще даже может быть провести все европейские а может и всемирные конгрессы учителей истории никогда не проводилось мы хотим это делать спасибо большое Александр Аганович пожалуйста Сергей вопрос от журналистов Александр Аганович действительно вопросов очень много но появился необычный тем более от нашего очень хорошего друга Владимира Сычева корреспондента Реан Новостей но он вопрос адресован Могилевскому Константину Ичу нашему модератору по вашему мнению чем руководствуются российские законодатели принимая решение о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3 сентября ведь в историческом сообществе насколько известно нет однозначного мнения на сей счет спасибо Сергей вы меня опередили потому что я хотел этот же вопрос задать Александру Агановичу все-таки лекции Александра Агановича этот вопрос сформулировали даже 2 человека Ирина Анатольевна Лешова преподаватель Северо-Кавказского Суворовского военного училища Минобороны и вчера его же прислал Владимир Николаевич Шуляков учитель истории Александр Аганович я какое-то время потратил чтобы в этом разобраться готов ответить но все-таки ваша лекция Ну давайте вместе ответим Давайте Я вам хочу сказать вообще подписание капитуляции Японии было 2 2 сентября на американском военном крае в прессе подписывал его МакАртур американский город после этого когда это отмечалось в Советском Союзе по предложению Сталина начали отмечать как нерабочий день праздничный день 3 сентября и он так вошел 3 сентября почему тогда он это сделал нетрудно выпустили медаль за победу над Японией были у нас медали за разные за Бедапешт за победу над Японией на оборотной стороне медали написано за победу над Японией и дата была поставлена окончание 3 сентября так это и было потом было отменено нерабочий день который был с этим продолжалось разные вещи во всем мире это отмечается как второго есть такой момент сейчас Китая отмечают 3 сентября я думаю что под влиянием может быть Китая группа у нас людей в том числе депутатов из Кахалина предложила все таки восстановить вот мол который был старый 3 сентября больше других так сказать причин аналогов каких-то аргументов я не знаю но понимаете в принципе можно сказать 2 сентября подписали капитуляцию 3 сентября отмечали Советский Союз но можно и так и потом эта дата предложена не для мира предложена для у нас для дней кажется для дней воинской славы которая у нас планировала сделать сделать 3 сентября Константин Ильич как ответственный у нас руководитель может лучше знать Александр Ильич трудно лучше вас сформулировать но я попробую немножко дополнить дело в том что мы по-видиму здесь имеем дело как раз с небольшой неточностью законодателя ничего страшного в этом нет такое иногда случается и никогда не поздно неточности поправить дело в том что конечно Вторая мировая война завершилась 2 сентября нет здесь никаких оснований считать по-другому никто по-другому не считает 2 сентября на Миссури была подписана капитуляция Японии здесь все абсолютно понятно также примерно понятно почему руководство Советского Союза приняло решение отмечать 3 сентября просто нужен был хотя бы день на подготовку что не точно не точны аргументы в пользу того что в советское время уже был такой официальный праздник день победы на Японии 3 сентября такого дня в советское время не было указом президиума Верховного Совета СССР был установлен праздник победы на Японии не день победы на Японии а праздник победы на Японии 3 сентября и в этом не было никакой исторической неточности если у вас на 2 сентября пришелся день рождения, это выходной, вы приходите потом на работу, отмечаете его с коллегами. Никто не скажет, что вы исторически некорректны. Поэтому я думаю, что так к этому и нужно относиться, как Александр Роганович сказал. 2 сентября Вторая мировая война закончилась, отмечается этот день. 3 сентября действительно позволяет синхронизироваться с нашими китайскими партнерами. У нас есть еще немного времени. Александр Роганович просит коллеги из Казани Альберт Наилевич Валиахметов, доцент Института международных отношений Казанского федерального университета, прокомментировать демонтаж памяти Коконева в Праге. Я думаю, что в общем, у меня есть общая принципиальная позиция, понимаете? Я вообще против демонтажа памятников. Памятники, они есть памятники. Они поставлены, они всегда несут на себе определенную эпоху, определенные отношения, которые были и так далее. Поэтому тоже относятся к памятнику Коконева. Нет никаких сомнений о вкладе Коконева в освобождении Чехословакии от нацизма. Когда аргументы людей, которые выступали за снов памятника, они апеллировали и к 68-му году. Ну и другая история. Памятник был поставлен. Я всегда говорю о Франции. На площади, где я постоянно живу, когда приезжаю во Францию, стоит памятник Марату. Это не самая светлая фигура французской револиции. Есть памятник Аргистеру, никто его не ликвидирует. Поэтому, а это памятники, они стоят в памяти о войне. Я должен сказать, что есть такой историк немецкий, Маре. он директор института музея в Карлхорсте, где подписывали капитуляцию. Очень известный немецкий историк. Вот он позавчера в помощь мне сделал заявление по поводу сноса памятника Коневу. Он сказал, что он понимает там намерения чешских людей, но он считает это неправильным. Что памятник в войне должен остаться на том месте Коневу, где он и был. Я думаю, это правильно. Тем более, что и президент Чехии заявил совершенно однозначно, что это глупое решение. Да, оно целиком политизированное и входит в какую-то такую систему забвения памяти тех событий, которые были. Поэтому у меня отношение однозначно к этому крайне негативное и критическое. Я считаю, что памятник должен стоять там, где он был. И события эти никуда и не делись, они и были. Их нельзя вычеркнуть из памяти в том числе и честного народа. Александр Иванович, спасибо большое. Мы практически исчерпали время и мы практически исчерпали вопросы, которые поступили. Вы успели на все ответить. Знаете, у меня только один есть вопрос, который я не могу не задать. я даже слышал на него раньше ваш ответ, но думаю, что большинство присутствующих не слышали. Вот, Александр Иванович, только что мы отметили день победы, 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Я знаю, что 9 мая 45-го года, 75 лет назад, вы были на Красной площади. Расскажите, как это было? Да, 9 мая, ну, во-первых, уже раз зашла вещь, я хочу сказать вам, что я прекрасно помню и 22 июня 41-го года. Мы, так, из личных воспоминаний, мои родители, я был мальчиком, школьником, приехали на дачу рано утром в саду, я что-то там делал, вот, мама разбирала вещи, поскольку только приехали, и в 12 часов состоялось, значит, это на радио, тогда висело, у нас повесили, как приехали, повесил этот круглый репродуктор, значит, на дерево, который сообщил, в тот же вечер мы поехали в Москву, и вот, что я вспоминаю, и о чем хотел вам сказать, на меня до сих пор, я это помню, гнетущая обстановка в вагоне электрички, она, во-первых, был вагон забит людьми, люди не только сидели, но все стояли, молча, ни одного слова, на лицах все-таки людей было полное ощущение тревоги и ожидания неизвестности, которое будет, все молчали, вот мы ехали около часа, электричка шла и полный час тишины. 9 мая я с ребятами собрались идти на Красную площадь, мама была категорически против, боялась там масса людей, которые будут, я был на Красной площади, была абсолютная эйфория, люди, никто их не заставлял, танцевали, пели и так далее, мы запомнился момент, мы были возле американского посольства, американское посольство в то время находилось на Манежной площади, рядом с нынешней тогдашней гостиницей Национальной, сейчас там банк, по-моему, в Москве, и мы были около американского посольства, и оттуда вышли американские офицеры, в форме американских офицеров, и я прекрасно помню, как наши люди их подбрасывали в воздух, качали, кричали «Ура!» это было, как бы, символизировало нашу общую победу. Хорошо бы сегодня это вспомните некоторым деятелям в Вашингтоне об этом. Александр хочу принести извинения за шероховатость в трансляции и других организационных моментах, но в целом, мне кажется, все прошло хорошо, нам хотелось бы от Вас, уважаемые коллеги, получить какую-то обратную связь, потому что, если это востребовано, то мы будем такой формат развивать и публичную онлайн-лекцию с возможностью пообщаться, задать вопросы нашим ведущим российским историкам по актуальным проблемам, можем такую практику развивать. Приходит Александр Ваганович в чат благодарности, вот уже коллеги поддерживают идею продолжить такой формат, конечно, мы вам все очень благодарны, вот пишут прекрасная лекция, спасибо, нужно продолжать, скажите несколько слов заключения, Александр Ваганович. Да, ну, для меня это, конечно, очень важный момент, я думаю, что вот такие общения с преподавателями, научными работниками, учителями, очень важная вещь, и я бы поддерживал эту идею обратной связи, чтобы мы получали от вас какие-то разные вопросы и замечания, вот, а в целом спасибо вам за внимание, в общем, я так понимаю, для всех нас история историческая наука это вся наша жизнь, будем верны нашей истории и нашей стране. Спасибо. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok